Началось заседание правительства Хакасии с новых назначений. На ключевой пост министра промышленности и природных ресурсов назначен первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Сиорпас. Он много лет отработал в дорожной отрасли. Экс-министра Наталью Дьяченко поблагодарили за службу и пообещали представить государственные награды. Сергей Новиков покидает свой пост министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Хакасии по состоянию здоровья. Новым главой Минстроя стал еще один заместитель министра транспорта Сергей Мажаров. По образованию он инженер-строитель. До перехода во властные структуры возглавлял строительную компанию. Их прежний начальник министра транспорта Александр Егоров знал о грядущих назначениях заранее. Уверен, что кандидаты достойные. То ведомство, которое возглавляю, оно постоянно, скажем так, находится на острие, когда пиковые ситуации, это пожары, наводнения. То есть мы выступаем в первых, одни из первых, скажем так, а буквально даже в первых выступаем. То есть те ребята, которые работали у меня заместителями, они всегда сработали, я скажу, на чистую пятерку. Они выросли и, наверное, уже заняли достойную должность. Новый руководитель и у Госкомитета по тарифам им стала Марина Пономаренко, имеющая большой опыт работы в энергетике, в том числе и в сфере тарифообразования. Тут же перед новыми министрами глава Хакасии поставил серьезные задачи. Сезонная подготовка к паводку и пожароопасному периоду. В республике 132 дамбы, из них четверть уже обследована. Серьезные работы предстоят на одной, в районе села Арбаты. Там Абакан сменил русло и река размывает новую дамбу, возведенную два года назад. Работы начнутся в течение нескольких дней. Глава республики рекомендовал всем руководителям всерьез подготовиться к паводку. В этом году высокая вероятность раннего вскрытия рек. При этом мы имеем мерзлую землю и запасы снега. Местами превышающие среднегодовые значения. Никого этим не пугаю. Просто требую от руководителя, чтобы ни у кого не возникало чувство самоспокойности. Времени остается совсем немного и нужно максимально эффективно использовать каждый день для решения поставленных задач. И вторая важная тема – поиски точек роста экономики. Этим должны заниматься все структуры. В республике выросли расходные обязательства на 6 миллиардов рублей. Необходимо срочно искать дополнительные доходы. Ставлю цель увеличить доходную часть бюджета на 2 миллиарда рублей в краткосрочный период. Это Олег Валерьевич, 16-й год. Это позволит не только сбалансировать бюджет, но и обеспечить стабильное движение по нашим ключевым направлениям. Для республики это без преувеличения одна из первоочередных и стратегических важных задач. Часть средств будет получена за счет более четкого сбора налогов. Но основная задача – рост экономики. Несколько реальных проектов есть. Это развитие Бейского угольного месторождения. Проект получил одобрение на Красноярском экономическом форуме. Планируется выпуск новой продукции на Бакан-Вагон Маши. Об инвестициях удалось договориться с главой холдинга «Базовый элемент» Олегом Дерипаской. Прорабатываются перспективы строительства цементного завода в вершине Тёи. Должны сохраняться все существующие производства. Ради этого правительство Хакасии готово снизить для них налоги. Высказывалась даже идея добровольных займов у крупных предприятий и населения под гарантией республиканского правительства. Разрабатываются также всевозможные стимулы для открытия новых, пусть даже и мелких, производств на территории республики. Приветствуется любая инициатива бизнеса. Виктор Лушников, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...